Приветствую вас. Я думаю, что вашей ошибкой является то, что вы ставите вопрос именно так, права ли я? То есть права ли я в чем-либо? Я думаю, что это некорректно поставленный вопрос, потому что здесь нет правых. То есть вот объективно здесь нет правых. То есть не правы ни вы, ни ваша мама. В любом случае. Дело в том, что правых и виноватых нет. Есть просто интересы вашей мамы, которые она реализует, что в принципе вполне естественно, если она этого хочет. Есть ваши интересы, которые почему-то ущемляются. То есть вы почему-то видите угрозу. В том, что делает ваша мама. Я бы вот хотел бы определить этот момент. То есть почему и как вы с мамой поссорились. Из-за чего? Что она сделала такого, да? Что вызвало у вас, ну вот, такую реакцию. По какой причине вы, сколь болезненно отреагировали на действия своей мамы. То есть складывается такое впечатление, что вы не уверены в себе, складывается такое впечатление, что вы не очень уверены в своих отношениях с мужем, вы не очень уверены в самом муже. И собственно из-за этого так себя и ведете. Собственно говоря. По крайней мере, по крайней мере, так это выглядит. И это означает, что в ваших отношениях с мужем есть проблемы. И на мой взгляд, вам со своим мужем необходимо эти проблемы решать. На мой взгляд, вам необходимо проанализировать свои отношения с ним. Понять, где вы делали что-то не так. Когда вы со своим мужем перестали, например, быть близки. Вот это, на мой взгляд, нужно исследовать. А не маму свою обвинять. Тем более, что вы говорите, что она любит поплиртовать, любит поплиртовать по, как вы выразились, по-пенсионерски. Но получается, что не совсем, по-пенсионерски раз вас это задевает. В той или иной степени. То есть здесь вот на эти моменты нужно исследовать. Меня настораживает немного тот факт, что вы говорите о занятости своего мужа. То есть, как говорите, что он постоянно занят. Но, как сказать, не видите ли вы, не видите ли вы в этом угрозы для себя? Какой-то в том, что он занят. То есть, насколько для вас занятость, допустим, вашего мужа является, скажем, адекватной. Вот это мне кажется, нужно определить. Мне кажется, что именно в этом вам нужно поискать себя. Потому что если у вас в отношениях с мужем есть проблемы, эти проблемы нужно исследовать. Если вы обижаетесь на своего мужа за то, что он, например, обижается на вас. И поэтому с вами не общает. Или вы чувствуете, что, к примеру, неинтересны ему. Понимаете? Понимаете? То есть, это вот нужно исследовать. Вот так. Если вы стараетесь не отвлекать своего мужа, ну, на мой взгляд, говорить скорее о каких-то недостатках в вашем взаимоотношении. Эээ, с ним, с ним, с ним. Вот. То, что вы не хотите их отвлекать. Потому что, невольно возникает вопрос. А что плохого в том, что вы его отвлечете. Особенно если вам этого, например, хочется. Ну, ну, то есть, если вам хочется его отвлечь. Что в этом плохого? Вот мне кажется, что на это вам и стоит в первую очередь обратить свое внимание. Что и как вы будете делать дальше? Потом. Решать вам. Можно ли винить во всем свою маму, например. Да, безусловно, можно. Можно менить во всем свою маму. Даст ли вам это что-то? Нет, не даст. Потому что проблема, лежащая в основе, решаться не будет. Ну, она и не может решиться. В общем-то. Так что вот. Примерно так. Можно вам ответить. На ваш вопрос. То есть, отходите. Или, по крайней мере, старайтесь отходить от этой позиции, что кто-то прав, а кто-то нет. Старайтесь смотреть вглубь проблемы. Она и вкроется в том, что вы не удовлетворены своими отношениями своими отношениями. Вот. Сможем. И, исходя из этого, уже действовать. Ну, не наоборот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.